Россия. Научишь меня разговаривать? Здравствуйте, с наступающим вас. Спасибо. Финекс, Аризона. На каких языках ты умеешь разговаривать? Английский, русский, немножко на украинском могу. Научи меня на английском разговаривать. За один раз? Я приехал в Америку, я вообще не разговаривал по-английски. Самое лучшее, выучить английский язык, это сделать так, чтобы ты оказался в среде англоязычной. То есть, я советую, самое лучшее, это когда у вас есть время, там неделя, например, сидеть дома и никуда не выходить. Закройте окна, закройте двери, выключите все российские телевидения и оставьте только интернет англоязычный. Выходите в чат-рулетку, смотрите фильмы, читайте новости и все это делайте по-английски, даже если у вас не получается, даже если вы... Знаете, я один раз перевела телефон на английский, мне пришлось идти к мастеру, потому что я не смогла вернуть на русский. Смотрите, я по-русски нормально разговариваю, я в школе учился, но если я сейчас поменяю себе телефон на русский, мне будет очень тяжело, потому что я уже много времени нахожусь в Америке, у меня все по-английски, вокруг меня все. То есть, телефон... Да, в Америке, я почти 28 лет здесь. Ого, жестко. Да, да, поэтому это, то есть, такое дело, но если бы меня спросили там 25 лет назад, что такое возможно, я бы сказал, как это, то есть, нет, мне по-русски легче, мне удобнее и так дальше. Но это самое лучшее изучение языка, это сделать так, чтобы ты оказался в англоязычной среде какое-то время. Вот даже неделю, если вы будете сидеть в интернете только англоязычном, выключите телевизор и не будете разговаривать со своими друзьями, а будете говорить только с людьми, которые англоязычные, даже если вы их не понимаете, просто слушайте, и у вас информация-то будет заходить, и вы увидите, что вы там за неделю, условно говоря, будете знать намного больше, чем если вы будете просто сидеть и учить книжки. То есть, дети же, они тоже так быстро изучают язык, а когда люди спрашивают, то есть, нужно ли я хочу уехать в Америку, мне нужен ли английский язык сразу, я говорю, английский не первое, что нужно человеку, первое, это нужно желание. А язык, ты приезжаешь, есть особенность, ты молодой, ты очень-очень быстро начинаешь говорить, там год-два, и ты уже болтаешь по-английски без проблем. А вы в школе английский учите? Да. Ну и как? Ну, у нас учителя постоянно меняются, и... А учителя хорошие вообще? Нет. Не хорошие? Просто так, мы так. То есть, условно учат, да, то есть, учишь хорошо, не учишь? Я приехал в Америку, я в школе учил английский язык, и когда я приехал в Америку, я понял, что я ничего не учил. То есть, я поздал какие-то отдельные слова, и все. А так нет. Что вы хотели спросить, я вас перебил, извините. Что? Вы хотели что-то спросить, и по-моему, я вас перебил. А ты просто... Ну, как отличается русский акцент от английского? Ну, то есть, вот, сразу понятно, что ты с Россией, да, то есть, когда разговариваешь? С Россией, да, сразу понятно. То есть, есть жесткий русский акцент, понятен. А так, есть люди, которые говорят с акцентами, я здесь 28 лет, у меня все равно есть небольшой акцент, но люди, то есть, они не могут определить, откуда этот акцент, с какой стороны. То есть, я не слышу? А можете чуть-чуть поговорить, пожалуйста? Конечно, да, мы можем говорить в английском. Давайте, давайте, давайте. Ну, как все? Как мне так и учиться, я не могу. Ну, это, я же говорю, это только практика. Самое лучшее изучение языка, это практика. Когда практика есть, то есть, вообще без проблем. Будете болтать, болтать без остановки. И знаете, что еще? Самая, еще одна важная вещь для изучения английского языка. Стеснение. Нужно убрать стеснение. Нужно говорить, даже если вы говорите неправильно. Вас люди, ну, вот, даже в Америке вас могут поправить, но никогда не будут смеяться над вами. Потому что они будут видеть, что вы делаете то, что они еще вам могут сказать. Ммм, вы говорите, там, ой, мне неудобно, я говорю, вы говорите, а я вообще только на одном языке говорю. Многие американцы говорят только на английском. И поэтому, когда они знают, что вы говорите на двух, на трех языках, это для них, вау, как космос какой-то. Поэтому, и чем меньше стеснение, тем быстрее ты будешь изучать язык. Почему дети так быстро изучают? Они болтают, болтают, правильно, неправильно, они говорят, и их ничего внутри не зажимает. А чем старше человек, тем больше у него комплексов внутренних. Ой, а вдруг меня не поймут, ой, а вдруг я неправильно скажу, а это правильно так сказать, а это неправильно. Какая разница, говори, говори, тебя поправят, так ты быстрее научишься. Хотите попробовать по-английски поговорить? Я вам могу дать такую возможность. Нет. Нет, я вам скажу, то есть, как у вас, как вы звучите? Нет. Почему? Есть. Вот, видите, вот, видите, вот поэтому у вас так медленно все идет. А я знаю людей здесь, даже в зрелом возрасте, приезжают, и через какое-то время они начинают говорить по-английски. Да, они совсем правильно, да, но они говорят. Да, потому что у них нет. Ну, я не хочу говорить по-английски, потому что у меня плохо получается. Но если вы не будете пробовать, у вас будет всегда плохо получаться. Вам нужно говорить, тогда и тогда будет получаться хорошо. У вас один день будет плохо, потом будет лучше, 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 лучше и лучше. Точно так же с успехом человек. Многие люди, ну, не так успешны, как бы они хотели, именно потому что их комплекс-то держит. А вдруг обо мне плохо подумают. Ой, а вдруг у меня не получится, и меня осудят. А вдруг, и вот, а те люди, которые успешные, они делают, у них много раз может не получаться. Но они все равно дойдут до того, что они становятся успешными. Потом люди на них смотрят другие и говорят, вот он сразу стал успешным. Но они видят только этот успех. Они не видят, когда у него были вот эти моменты в жизни, которые не получалось. И очень часто не получается. Но выиграют именно те люди, которые снимают с себя комплексы разного вида. Стеснение, комплексы. И у вас все получится. И тем более, я же вижу, вы общительный человек. То есть вы говорите, вы не стесняетесь. По-русски же вам не стесняетесь общаться, правильно? По-русски, да, я не буду говорить. Вы знаете, правильно, но вы знаете, я встречаю людей в чат-рулетке, которые говорят по-русски, и они стесняются по-русски говорить. То есть вот не можешь сразу контакт, вот этот словесный найти с этими людьми. И начинаешь с ними разговаривать, и, ну там, скажите это, и вот, ну да, нет. И видно, что им неудобно. А у вас все с этим, все классно. Поэтому вперед говорите, и говорите, и говорите, и у вас очень быстро получится все. А как вы, ну вот, попали, получается, из России, то есть вы переехали? Ой, это было, я же говорю, почти 28 лет назад, я был очень-очень молодой, с мамой, с братом уехали как эмигранты. То есть не как беженцы, а как эмигранты. У нас были здесь родственники, и мы хотели. То есть я вот как бы с корабля на бал, из училища и сразу в Америку. А кем вы работаете? Ну, у меня музыкальный бэкграунд, но я здесь занимался, ну, многими вещами. И бизнес был свой, и... Сейчас, сейчас, что-что? Вы поете? Я когда-то пел, но в основном у меня композиторская деятельность. Композитор, продюсер, музыкальный консультант, клик, кино. Пейте на английском, пожалуйста. Что сделать? Пейте на английском. Прямо сейчас? То есть у меня, я сейчас в студии, не ничего. Пожалуйста. Я даже не знаю, что спеть вам. Потому что сложно, что ли? Что-что? Потому что сложно, спойте, пожалуйста. Нет? Окей, хорошо. Я спою, а потом вы со мной пообщайтесь по-английски. Хорошо. Договорились. Ну, я не знаю, какую песню, что у меня в голову придет. Дальше я не помню уже слова. То есть, ну, примерно так что-то. Вы поете, вы... Безмысленно, наверное, вы... Вы переехали из России в Америку. Ну, да, и что? Прекрасно. Почему вы смеетесь? Какой же жизнь? Так все в ваших руках. В принципе, если вы хотите, то есть у вас все получится. А что вас в вашей жизни устраивает? Я просто помню себя молодым, очень молодым. То есть, например, я был даже когда в училище. Ну, это были очень классные годы моей жизни. Куча друзей, куча разных эмоций. То есть, ну, классно было. Ну, конечно, все равно хотел уехать. Я уехал. Но, в принципе, жизнь была хорошая. А как у вас? Я хочу выучить английский. Ну, получается. Не, ну, что же, вы на велосипеде умеете кататься? Да. Вы сразу сели и поехали? Нет. Вы что-то сделали правильно для этого. Я немного раз упала. Ну, вот, немного, да, немножко упали там шишки где-то набили, но все равно научились. То же самое с языком. Природа только дает человеку, там, я не знаю, ну, генетику, телосложение. Тем более у вас, у вас вот видно, что вы умный человек. Разумный даже, не умный, а вот разумный человек. Вы быстро думаете, у вас хорошо с... Все хорошо со всем. Только вот, только нужно, не просто хотение, а должно быть глубокое желание, вот. Многие люди говорят, я хочу, я хочу, но они только про это думают и хотят. А другие говорят, я хочу, и я делаю. Вот. И вот это, таких людей это отличает. То есть, они начинают делать, у них, может быть, получаться, может не получаться, но постепенно, постепенно все равно они приходят к тому. А, я не знаю, по-моему, я не спросил, да, в какой части вы живете России? Я же сказала, в Воронеже. В Воронеже, вот, да. Я отложилась в Воронеже, я думаю, так я услышал или нет. Ну и как там у вас в Воронеже? Нормально. А теперь тоже самое по-английски. Так, можно сказать, что у меня нет акцента? Да, но... Просто немного. Не мешай. Смечает то, что я... Ну, я понимаю, что говорю, то есть, просто смечает то, что у меня нет акцента. И звучу как-то я слишком... Ну и что? Ну и что? Вы знаете, что Америка вообще, именно Америка. Во-первых, американский язык и бритиш язык, они разные. Тоже акценты есть. Америка, тем она и славится, что это страна иммигрантов. Здесь очень много иммигрантов и очень много людей, которые разговаривают с акцентом. Даже есть мировые звезды, вот, например, испаноязычные звезды, та же Дженнифер Лопес, да, или Антонио Бендерас, они говорят с акцентом по-английски. Со своим испанским акцентом, но не говорят, их понимают, и даже они стали звездами. Этим Америка и хороша. То есть, над вами никто не будет здесь смеяться, никогда. То есть, они могут только сказать, ой, это так красиво, они могут сказать, ой, у тебя есть хороший акцент, но они тебе не скажут, не говорите, у тебя есть хороший акцент. Никогда, и никто вам такое не скажет. То есть, если вы говорите, это уже означает, что вы на правильном пути. Вам могут только помочь, подсказать что-то. Опять-таки, если вы спросите, а если вы не спросите, они вас просто будут пытаться понять. Ну что, скажите, стеснение переборете свое?